Уважаемые коллеги, мы начинаем сессию технологий в правозащите. Меня зовут Олег Гант. Я не буду вести эту сессию, но в рамках этой конференции, в рамках этого года каждый представитель теплицы открывает ту или иную сессию с тем, чтобы вы смогли увидеть нас, тех, кто стоит за теплицей. Я главный редактор теплицы сайта test.ru. Я стою за всем, что вы читаете в социальных сетях, у нас на сайте, в телеграме. Все, что вы видите, это все отчасти моя вина. Но не только моя. Еще Наташа Баранова и Вова Ломов, которые находятся в зале. Итак, я представляю вам участников этой секции, секции технологий в правозащите. Мы поговорим сегодня о том, каким образом некоммерческие организации могут использовать различные технологические решения, начиная от создания сайтов и создания мобильных приложений, заканчивая чайботами и использованием искусственного интеллекта. Об этом с вами будут сегодня говорить следующие замечательные спекеры, наши гости. Борис Бейлинсон, разработчик и активный участник проекта ОВД-Инфо. А, да. О, извините, извините. Я не могу, оказывается, всех представлять. Я представлю только Марию, которая является координатором проектов Пражского гражданского центра. Я даже не знаю. Ну, Мария сама расскажет о своем центре и она уже представит всех спикеров. Все, большое спасибо вам. Да, добрый день. Нет, я не буду говорить много о Пражском центре, потому что не в этом суть панели. А, вы будете картинки у нас? Да, хорошо. Я тогда действительно представлю наших спикеров. У нас сегодня прекрасная команда собеседников. Александр Поливанова, технический координатор прозащитного медиапроекта… Ой, простите, не то читаю. Руководитель проекта Топос Мемору и куратор культурных и просветительских программ общества Мемориал. Саша, помаши рукой. Да. Борис Белинсон, технический координатор прозащитного медиапроекта ОВД-инфо и разработчик телеграм-бота ОВД-инфо. Александр Передрук, юрист организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, которая занимается международным публичным правом и конституционным правом. И Саша также разработчик проекта «Формалист». И Таня Толстенева, которая руководит проектным центром «Инфометр» в команде 29 и консультирует НКО по вопросам развития. И да, я не знаю, будут ли картинки. У меня есть буквально несколько слов вступления к этой панели. Так получилось, что я столкнулась с работой правозащитных организаций в то время, когда технологические инновации выглядели совершенно иначе. Если бы там была картинка, то там была бы картинка с выборов народных депутатов 1989 года. Во время этих выборов создались некоторые правозащитные фактические организации, которые защищали в России права избирателей. И у этих организаций были некоторые технологические проблемы. Им нужно было печатать листовки, и они не знали, как это делать. У них не было ни технологий в виде принтеров, ни технологий в виде компьютеров или даже доступа к типографиям. И во многих городах эта проблема, тем не менее, решалась. В том числе через изобретение совершенно из-за глины и палок, всяких подпольных печатных станков, которые размещались в квартирах людей. И в городе Рязани такая инновация, к несчастью, размещалась в квартире моих родителей, чем я обязана с детской травмой. Потому что я, выйдя, мне было 6 лет, выйдя ночью попить, я встретила папу в противогазе. То есть пример этот говорит, во-первых, о чем? Во-первых, о том, что правозащитные инновации, технологические правозащиты — это вещь не новая. Она существует так же давно, как существует правозащита. И у правозащитного сообщества «Движение в России» есть огромный колоссальный опыт технологических инноваций, которые, может быть, даже не приходят нам в голову, когда мы об этом думаем. Второе, о чем говорит этот пример, это что для развития инноваций вовсе не нужны вольготные, вегетарианские, счастливые условия, в которых у нас много денег, много времени, много волонтеров и все нас любят. А может быть, даже наоборот. У меня есть такая, возможно, смелая гипотеза, что то бурное развитие технологий в правозащите, которое мы сейчас, на мой взгляд, наблюдаем, может быть, случается не вопреки, а благодаря тем не самым приятным условиям, в которых работают правозащитные организации. И можно про это будет подискутировать. А можно все-таки? Нет, картинку. Вот последнюю все-таки. И еще, сейчас, надеюсь, появится все-таки третья картинка, которая уже чуть более современная, чем архаичный пример из 1989 года. Вы, наверное, все ее видели, может быть. Это кривая, вот можно прям сразу последний слайд? Кривая, которая показывает… Нет? Да? Кривая, которая показывает, как относятся, как реагируют на технологии… О, вот она. Вы, наверное, все ее видели, но ее всегда полезно еще раз посмотреть на нее. Это кривая, которая показывает, как реагируют пользователи на новые технологии. Примерно всегда одинаковое распределение. Всегда у нас есть какое-то количество людей, которые жадно бросаются на все новые технологии, даже когда они еще не стали, скажем, широко употребимы, даже когда не очень понятно, что с ними делать. Такие маньяки-инновации, которые, значит, первыми осваивают и даже изобретают всякие новые штуковины. Я думаю, что, например, теплица где-то вот там вот находится в этом ранней фазе, которая бросается, значит, в бой, как только видит какую-нибудь новую штуковину. Потом есть категория early adopters — это ранние пользователи. Это люди, которые сами уже не очень как бы изобретают, но первые готовы воспользоваться тем, что кто-то изобрел, набить первые шишки, получить первый опыт. Их тоже придет от всяких новых возможностей. И они готовы с ними экспериментировать. Например, понимая, что риски очень высоки, что может не получиться, что может быть плохо. Это тоже довольно небольшая категория. Потом в середине есть вот этот большой холм большинства, которые готовы пользоваться тем, где набили шишки ранние пользователи. Люди, которые как бы там осматриваются, думают, там, хорошо ли это или плохо, если да, то как. Кто-то это делает раньше, кто-то это делает позже. Но я вот, например, себя ощущаю где-то вот в этой середине. И есть, естественно, у этого холма другой склон. Это хвост людей, которые до последнего не будут пользоваться ничем новым, хоть вы просто их бейте по голове. Если у вас есть какой-нибудь знакомый активист или правозащитник, у которого до сих пор кнопочный телефон, почта на Яндексе, и который никогда не был ни в одной социальной сети, поднимите руку, у меня, наверное, такие есть. Да, это прекрасные, при этом могут быть ярые, честные, эффективные даже правозащитники, которые никогда в жизни ничем новым не воспользуются. Чем интересна эта кривая? Что если мы стоим примерно посередине, и мы смотрим, например, на правый ее склон, где находятся маниакальные инноваторы, то мы видим на этом склоне много людей, которые там как бы упали и свернули ногу или шею. Это что такое, например? Это, например, огромное количество суперкрасивых, блестящих, сверкающих сайтов, которые были созданы и умерли через месяц после создания, потому что на них не было денег, или потому что они были слишком сложными для пользователя. Это огромное, например, кладбище мертворожденных телеграм-ботов. Которых все почему-то создавали, и потом они никто им не пользовался. Это огромное количество, например, вики-карт, на которые предполагалось, что все будут тут же наносить все от мусорной баки, пандусы и детские площадки, на которых было нанесено в итоге полторы единицы информации. И это в том числе огромное количество денег, которое потрачено на не очень продуманные, не очень с любовью к людям сделанные технологические проекты. Смотреть в эту сторону маниакальных инноваций, там немножко грустно. Если смотреть в другую сторону, там тоже грустно, потому что в той стране мы видим, например, в стране, где склонны, которым обитают ретрограды, которые в жизни не будут ничем пользоваться, там мы видим, например, огромное количество потерянных данных, которые хранятся в виде бумажных папочек в архивах приемных или в виде разрозненных файлов, в лучшем случае загруженных на Google Drive, которые при правильном анализе могли бы дать колоссальные выводы, колоссальные важные выводы. Мы там видим, например, огромно потерянные бюджеты только из-за того, что организации не были установлены, например, нормальная система сбора пожертвований на сайтах. Мы там видим, естественно, огромные риски для безопасности информационной и финансовой. Мы там видим, что меня особенно тревожит, это постоянно проигрывающие в публичных дебатах, в публичной дискуссии организации из-за того, что они используют технологии коммуникации, каналы коммуникации, инструменты коммуникации, актуальные лет так 10 назад. И что еще грустно, мы там видим молодых специалистов, которые уходят из НКО после того, как они год побились головой об вот эту стену сопротивления любым инновациям, в итоге плюнули и ушли. В общем, вправо тревожно, влево тревожно, непонятно, что делать нам, про защитным организациям, и как здесь пройти. И у нас есть 4 человека, у которых, кажется, получилось произвести какое-то количество инновационных технологических проектов, которые имеют смысл, которые работают, которыми люди пользуются. И у нас есть возможность поговорить с ними о том, как это получилось, вообще что это было. Вот. Я на этой ноте с любопытством передаю слово нашим спикерам. У нас будет по 7 минут на презентацию, по 3 минуты только на уточняющие вопросы. И потом в конце, если мы не выбьемся из графика, у нас будет минут 20 на дискуссию. Поэтому после презентации готовьте вопросы только на уточнение там цифры, факты, технологии, какие-то маленькие вещи. Вот. Спасибо. И я… Давай, Таня, тебе, да, раз ты первая стоишь. Сидишь? Да, чтобы два раза не вставать. Сразу вопрос. Проигрывается ли презентация видео или нет? Нет? Ну, оно там встроено просто в презентацию, и она… Нет, не это. Ну, пока мы ищем. Могу… Меня зовут Татьяна Толстенева, я представляю команду 29. Приехала к вам сегодня из Петербурга. У вас прекрасная погода. Это большое счастье быть в такой солнечный, замечательный день здесь. Пока мы открываем презентацию, могу следующее сказать. Если моя презентация будет скучная, то тогда вы можете пойти в свой магазин приложений в App Store или в Google Play и скачать оттуда текстовый квест команды 29, который называется «Гбня». Возможно, вы проведете время с пользой, потому что сможете из этого текстового квеста узнать, каким образом вести себя в разных ситуациях, в которых вы потенциально можете столкнуться с правоохранительными органами. Они могут как-нибудь на вас нехорошо напасть. Ну, по крайней мере, что-то новое узнаете. Это я вам точно гарантирую. Итак. Можно не с него начать? «Гбня» пишется через «Э», если кто-то уже начал скачивать, а не через «Е». В общем, я сегодня хочу поделиться с вами своим опытом того, как мы в команде 29 пытаемся делать что-то новое, потому что все новое хорошо забытое старое, и потому что все новое может привести нас куда-нибудь туда, где мы еще не были. Нам это интересно в нашей работе. Итак, к рубежу 2017 года, то есть к рубежу 2018 года, мы с ребятами подошли вот к таким показателям. То есть для правозащитного проекта, в принципе, это достаточно высокая отметка всех вещей, которые мы можем достичь с точки зрения охвата, обратной связи или чего-то такого, что показывает, что мы, в общем, не безразличны своим существованием людям на этой планете, в этой стране. Но мы поняли на рубеже 2017 года, что мы совершенно уперлись в потолок стеклянный какой-то, что ничего не растет, не растет на Facebook, нету роста, никаких стремительного взлета, никаких показателей, и стало нам очень грустно, и стали мы думать, что же мы будем дальше делать. И решили в 2018 году сосредоточиться на таких трех китах, как сделать видео системной частью всего своего контента, развивать сервисы, это когда не мы все время рассказываем всем про то, какие мы хорошие, у нас классные дела, как мы хорошо защищаем, а про то, что мы идем на встречу тем людям, которые обращаются к нам за помощью и делаем так, чтобы им к нам на встречу было идти легче и приятней. И также мы продвигаем игру свою для мобильников, которую вы можете скачать из вашего магазина, введя там слово «габня» через букву «э». Итак, видео. Что мы делаем? Хочу показать вам, чтобы вы, наверное, поняли более предметно. И… Нет, это невозможно, к сожалению, сделать. Да ну я потому что нажала, и чего не пошло. Никуда. А, вот это видео. Вы можете видеть его, пока я могу рассказывать, потому что мы делаем такие видео, которые адаптированы под просмотр на мобильном телефоне вертикально, как вы обычно его и держите. И более того, они еще и без звука, потому что обычно, когда вы едете в метро или сидите где-то, где вам скучно, неинтересно, вы листаете сеть свою социальную, и звук вы не включаете. Вот. Таким образом, мы добиваемся того, что будет видно на следующем слайде. Видео помогло пробить порог, когда остановился рост всех площадок в наших социальных сетях. А именно, после публикации первого видео, это будет хорошо показано на кривой, которая сейчас отобразится. Это оно куда-то ушло вот сюда вот. Нет, это все не то. Простите, пожалуйста. В презентации будет видно о том, что первое опубликованное видео помогло нам увеличить достаточно резко количество наших полуров по количеству охвата, что говорит о том, что переход на новые языки коммуникации действительно приводит к росту тех показателей, за которыми так обычно следуют организации, которые хотят коммуницировать со своими пользователями. В общем, выученный урок говорит о том, что переход на новые языки действительно помогает достигнуть новых показателей. Ну, собственно, здесь было опубликовано видео. Вот вы видите, что происходит дальше. И примерно то же самое отображено и на следующем слайде тоже. Вот. Восемнадцатый год. И из нескольких наших видео получилось довольно, скажем так, три, за тех, которых вообще не стыдно сказать. Это больше 30 тысяч просмотров, одно даже больше 60. И если говорить о средней температуре по больнице, то мы посмотрели просто вот, как нам кажется, релевантные телеграм-каналы, не телеграм-каналы, а ютуб-каналы. И среднюю температуру по больнице мы, наверное, в общем достигли. 4600. Но если говорить о том, какими нам это далось страданиями, то мы просто чуть не… Ну, на самом деле это было очень тяжело. Это была для нас очень тяжелая задача, очень большой вызов, потому что оказалось, что видеопродакшн, ну, как, наверное, несложно догадаться, очень сложная штука, в которой много было сломано копий, много совершено проб и ошибок до тех пор, пока мы не поняли, как это вообще должно работать, чтобы это могло что-то производить, кроме бесконечного конфликта в коллективе, а что-нибудь такое, что еще не стыдно показать. Здесь я бы хотела рассказать немного о том, что даже очень простые вещи, такие как изменение верстки традиционных фанграйзинговых писем могут принести достаточно большое изменение. Рассылка вот такого письма принесла нам 900 рублей пожертвований в один день после цикла рассылки, а рассылка другого письма принесла нам 6900 рублей пожертвований. Конечно, много факторов играют тут роль, но мы считаем, что это действительно драматическая, что называется, разница. Поэтому, говоря об инновациях, не стоит пренебегать как бы очень маленькими вещами, которые можно сделать здесь и сейчас, и не используя там какого-то большого бюджета и прочее. Одним из вещей, одним из направлений нашей работы, которое делает действительно мало кто, является чат команды 29 в Филиграмме. Это как раз тот самый вопрос о сервисе, когда мы идем туда, где людям удобно, и делаем то, что они на самом деле хотят получить от организации, оказывающей правовую помощь. Команда 29 вообще-то фокусируется на делах, связанных с государственной закрытостью, но в чате мы сделали эксперимент и отвечаем на все вопросы, которые кажутся нам более-менее релевантными. Такой, знаете, специалист по всем вопросам. В нашем чате 590 участников, 20 консультаций в месяц мы даем, они достаточно объемные, качественные, но по многому количеству вопросов. Два часа среднее время ответа. Вот видите, он запущен был полтора года назад, и он вот как был 590-600 человек с момента запуска практически через месяц, так он и не растет. И мы не понимаем, честно говоря, что с этим делать, но возможно, когда-нибудь узнаем для справки, для сравнения. В Телеграм-чат есть еще организация Агора, и у них там примерно столько же людей. И, видимо, это какая-то, знаете, такая константа пока существующая правозащитного чата, которая пока еще не была преодолена. Вот будем работать над этим дальше в этом году. Но людям очень нравится, они нас благодарят, пишут хорошие отзывы и радуются качеством той консультации, которую они получили. Вот пользователь GoToHell написал команду 29, какие вы крутые, люблю вас. Мы его тоже. Важная вещь о чате заключается в том, что он находится на самоокупаемости. Фандрайзинговая компания «Народный юрист», которая существует на нашем сайте постоянно, направлена на то, чтобы привлекать средства, которые мы тратим на оплату юриста, который дежурит по чату. То есть такое. Оно кормит само себя, этому мы очень радуемся. Еще один сервисный проект — это проект «Росответ», где мы помогаем гражданам тем, что помогаем им составлять запросы о предоставлении информации о деятельности органов власти. Потому что такой простой акт коммуникации с властью, как задать ей вопрос в соответствии с требованиями действующего законодательства, требует достаточно больших юридических знаний. Таким образом он работает. Из четырех стадий состоит взаимодействие человека с нами по этому сервису. А вот тут показана его результативность. То есть сколько мы на самом деле получаем каких-то запросов от людей и сколько получается ответов. То есть нельзя сказать, что это супер-пользующийся каким-то пользовательским спросом апп, но здесь показаны только те вопросы, которые действительно релевантны сервису. То есть мы не отвечаем в нем на все вопросы, а помогаем только по вопросам составления запроса о предоставлении информации. Итак, приложение Гебня, которое вы, возможно, даже уже все скачали, это наш абсолютный эксперимент. Мы никогда не делали ни одного мобильного приложения, а делали только правовые советы, которые пользовались пользователем популярностью. И вот мы решили, что запихнем их в мобильное приложение. Идея была такая, что пошел человек на митинг, а интернет у него отрубили. А телефон у него с собой, возможно, даже зарядка у телефона еще не села полностью. И с помощью советов, которые находятся у него в кармане, он сможет ознакомиться и не допустить какой-нибудь фатальной ошибки взаимодействия с правоохранителями. Вы видите несколько принтскринов этого приложения, это текстовый квест. Ну, как вам сказать, текстовый квест не является, например, моим любимым жанром мобильных приложений. Но вообще, наверное, это потому, что мне скоро 20, ну, мне 29, скоро 30 лет, и мое любимое мобильное приложение — это калькулятор расчета ипотеки. Но этим приложением пользуются те, кому еще не то чтобы даже нет 18. Там основная процент скачиваний приходится на пользователей сегмента 12, там 16. Поэтому вот им интересно, они радуются. Удивительная вещь, которую мы не ожидали сами, заключается в том, что нам через него еще и дают пожертвования. Вот. Мы запустили его в App Store, дай бог памяти, 5, что ли, по-моему, дней назад. И за это время уже собрано 71 доллар. Это была дата вчерашняя. Сегодня обновилась она, и уже известно, что их 120. При основной количестве, основные транзакции, вот эти малюсенькие транзакции, когда пользователи выражают нам благодарность и донируют на разработку новых сценариев, потому что в них и весь прикол из текстовых квестов. В Play Market давно уже есть приложение, но вот в новом обновленном версии тоже несколько дней назад оно все вышло. И в Play Market средняя оценка довольно высока. Пользователи пишут, что годно, что им нравится, что будут еще читать, автор «Жги еще» и прочие традиционные интернет-комментарии, но мы оцениваем их как высокие. Не буду кривить душой и расскажу вам, что мы используем рекламу, в том числе и для продвижения своих сервисов, и для продвижения своих мобильных приложений, одного мобильного приложения тоже. Но здесь я прямо скажу небольшой специалист в интернет-рекламе, но наш SMM-щик уверял, что у нас показатель очень высок, и показатель эффективности рекламы очень высок, и даже сказал, что он в 10 раз меньше среднего мирового показателя. Это говорит о том, что просто реклама хорошо таргетирована, что рекламируя мобильные приложения на условную молодежь, от младшего 18, от 12, мы действительно попадаем в те категории, которым это интересно и которые хотят этим заниматься. В общем, по большому счету это все. Я думаю, что кто-то из вас наверняка уже прошел текстовый квест, и я буду рада ответить на ваши вопросы потом, когда расскажут остальные. Спасибо. Или сейчас. Уточнение по фактуре, вопросы какие-то есть там. Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Раз, раз. Спасибо за вопрос. Замечательный вопрос. Я готовилась к нему очень долго. Значит, вариант на андроиде разработали мы практически бесплатно, потому что наш человек, который сотрудничает с нами по IT-вопросам, он так случилось, что имеет прошлое в геймдеве. Но он просто умел. Картинки мы купили. Картинки стоили достаточно большую, на мой взгляд, сумму, что-то около 120-130 тысяч рублей. Иллюстрации. То есть работал художник, и его работа была оплачена. Приложение для айфона было заказано. Я до рубля не могу сказать, но что-то между 4,5 и 5 тысячами долларов стоила разработка этого приложения. Как часто будет обновляться? С точки зрения сюжета и стори-тейлинга мы здесь достаточно свободны и можем придумать вообще, что хотим, и довольно быстро. А вот с точки зрения иллюстрации рисовать у нас никто не умеет. Мы надеемся, что с помощью в том числе краудфандингов внутри самой игры мы сможем собрать какую-то сумму, которая позволит нам заказать следующий пакет иллюстраций. Пока перспективного плана, не знаю, помесячного у нас его пока нет. Просто на аутсорсе какой-то художник, с которым вы... Да-да-да, совершенно верно. ...соверничали по договору. Спасибо. Есть ли еще вопросы по фактуре к проекту? Спасибо. Спасибо, Таня. Да, давайте переходим. Спасибо. Да, давайте дальше переходим. У нас Александр Передруг с своей презентацией. Спасибо. Работает, да? Да. Сервис полезен некоммерческим организациям, активистам и рядовым гражданам. Формалист создает шаблоны предложений, заявлений, жалоб, любых типовых документов. Вы боретесь с незаконной вырубкой деревья и хотите вовлечь в компанию горожан? Создайте шаблон жалобы на незаконную вырубку. Распространите ссылку. Жителям останется только вписать свои данные, место вырубки и направить заполненный документ адресат. Вы можете встроить шаблон на свой сайт или разместить на сайте формалист. Готовые документы доступны всем пользователям и упорядочены. Вы экономите на услугах юристов, избегаете рутины и допускаете меньше ошибок. Граждане могут обращаться в госорганы самостоятельно. Зарегистрируйтесь и создавайте шаблон. Мы не возьмем с вас денег. Проект «Конструктор обращений» является победителем конкурса Human Rights Incubator, реализуется при финансовой поддержке Европейской комиссии и распространяется по лицензии Creative Commons. Это как раз презентация проекта, который у нас висит на сайте. И, собственно говоря, мне кажется, просто логично было начать именно с нее. Я еще раз напомню, меня зовут Александр Передрук. Мне 26 лет. Я тоже пользуюсь конкурентом для ипотеки. Но в какой-то момент я понял, что это не все, что меня интересует в этой сфере. И мои интересы, в общем-то, как правило, они связаны с юриспруденцией, с правом. Но есть такие истории, когда не нужен какой-то широкий полет мысли, не нужно очень много времени тратить на то, чтобы обращаться в различные госорганы с жалобами, обращаться даже иногда в суды. И в этом есть запросы со стороны некоммерческих организаций. Можно просто… А, кликеры есть. Отлично. Наша организация «Станкт-Петербурга» оказывает правовую помощь призывникам, военнослужащим. И в 99% случаев каждый из людей, кто к нам приходит, он нуждается в том, чтобы направить то или иное обращение в различные органы власти для того, чтобы получить информацию, получить какие-то ответы, связанные с нарушением его прав. И в большинстве своих случаев это очень типичная ситуация, которая не требует на самом деле работы юристов, которые, в принципе, стоят не так дешево сегодня. И в этой связи мы придумали проект «Формалист», который позволял бы нам упростить эту задачу. Он заключается, в общем-то, в следующем. Мы предлагаем любой некоммерческой организации, и сами в том числе пользуемся этой историей, создать на базе нашего проекта аккаунт и в нем уже создавать конкретные шаблоны документов. То есть вы можете создать шапку, тело самого заявления и различные другие вещи, приложения и так далее. После чего человек будет заполнять автоматически этот шаблон. И после того, как он введет туда, например, своими мамилиями отчества, выберет необходимый, например, какой-нибудь госорган, он его может распечатать, подписать и отправить в соответственную адресату. И это упрощает задачу нам в том числе, потому что многие люди, которые самостоятельно пишут какие-то документы по образцам, которые, например, существуют в доковских вариантах, они, к сожалению, зачастую удаляют нужную информацию, либо у них большие проблемы с форматированием текста. Они могут что-то дописать лишнее, что-то там убрать, и поэтому есть большая проблема в том, чтобы это делать самостоятельно. И формалист позволяет этих проблем всех избежать. То есть эти шаблоны, которые существуют, на которые может создать некоммерческая организация, распространяются. Их можно повесить на своем сайте, их можно поделиться ссылкой на них, и тем самым распространить информацию среди широкого круга лиц. Например, если, как было сказано в видео, если вы занимаетесь какой-то большой общественной проблемой, например, боретесь с незаконной парковкой около вашего дома, вы можете создать шаблон и распространить его среди своих коллег-соседей, по телеграмме, по почте, просто кидаем ссылку, и они будут заполнять, соответственно, просто своими фамилиями и отчеством и отправлять в ГИБДД. Ну и, собственно говоря, это позволяет решать различные общественные проблемы. Ну и для таких, скажем, неопытных пользователей, тех, у кого там либо совсем начинающие юристы в организациях, либо их нет совсем, на сайте мы предусмотрели раздел с полезными памятками, которые позволяют вам узнать, каким образом обращение лучше составить, как сделать так, чтобы это обращение было рассмотрено, если вас не устраивает результаты, что делать с ним в случае обжалования. Ну и, соответственно, если говорить о результатах, то проект был запущен в 2017 году, и буквально в течение трех месяцев это было 105 зарегистрированных пользователей, которые уже пользовались формалистами, создавая шаблоны, распространяя их. И одним из таких примеров, он запустился в июне 2017 года, как раз случившись знаменитая в публичном империаде 12 июня, когда сторонники Алексея Навального выходили в День России на массовые акции протеста. В Петербурге было порядка тысячи, наверное, задержанных человек, и мы создали на этом же формалисте шаблон жалоб, которые отправлялись в Петербургский городской суд, и было обжаловано более 200 решений с помощью этого формалиста. И, соответственно, 200 решений, то есть это 200 человек, которые получили эту ссылку, зашли по ней, написали свои реквизиты, фамилиями отчества, выбрали суд, который рассматривал их дело, и, соответственно, распечатали и продали эту жалобу. Вот среди этих 200 решений только я лично после всей этой истории подавал 30 жалоб в Европейский суд по правам человека, и буквально через несколько месяцев одна из таких жалоб была коммуницирована. Что говорит о том, что… Да, я здесь объясню, что одна из жалоб была принята к рассмотрению, что говорит о том, что в целом такой способ, такой модус операнди, способ действия, образ действия, он может быть достаточно полезен и эффективен. Ну и, соответственно, да, в рамках проекта мы также опубликовали пять правовых инструкций для граждан, и было несколько тысяч печатных изданий, которые распространяются до сих пор, в общем-то, они, мне кажется, пользуются интересом, показывают статистику, к сожалению, я ее сейчас не смог представить, но сервис до сих пор пользуется популярность, несмотря на то, что он по большому счету остался статичным. То есть у нас теперь нет ни рекламы, нет какого-то продвижения дополнительного, но, тем не менее, пользователь продолжает им пользоваться. Вот, собственно говоря, если уложить 7 минут, то это примерно так. Саша, есть ли вопросы? А где на сайте найти вот это? Найти что именно на сайте? Нет, нет, нет. Это, скажем так, это личный, скорее мой персональный проект, поэтому лучше по сути приходить. Что значит пользоваться популярностью, то есть в количественном отношении? Это и конкретно интересуют, ну так называемые стандартные показатели, это МАУ и ДАУ, то есть это средняя дневная аудитория и средняя месячная аудитория. Я сейчас буду отвечать, как Цукенберг на допросе. Я могу обратиться к своей команде, она ответит. К сожалению, я правда не знаю просто этих. У меня была очень тяжелая неделя и последние 4 недели из-за разных событий, поэтому я просто не смог собрать статистику. Не было даже возможно написать писем. Саша, у меня вопрос. Мы довольно часто используем этот метод факта так, что из того, что нужно, можно ли посмотреть количество скачиваний, во-первых, во-вторых, как-то по мере действительно люди отправили, и еще сбор ответов. И, например, было полезно, что это ответы, мы иногда пишем, просим людей в разные профильные органы, и чтобы это, не знаю, было, как бы ответы аккумулировались, мы их реально анализируем, дальше даем людям по следующим шагам, ну, потому что часто отписки, вот предусмотрено ли и планируется ли? Нет, к сожалению, нет возможности сейчас проверить ни количество скачиваний, ни каким-то образом отследить ответы. С ответами все очень плохо, потому что, когда мы изначально задумывали этот проект, была идея сделать так, чтобы можно было отправить обращение в госорган через электронную приемную, сразу же непосредственно на, ну, то есть с нашего сайта, в конкретный госорган. Но, увы, они не предоставляют возможности это делать, то есть они блощат просто это все дело. Отправлять на почту, как показал опыт Петербурга, регионального, скажем так, проекта, красивого Петербурга, это теперь тоже не совсем эффективно. И поэтому, вот, к сожалению, да, это level up, но непонятно, каким образом его можно достичь, что можно сделать для того, чтобы это так работало. Ну, вот, да, разве что история со скачиваниями, она действительно простая, с этим счетчиком не так сложно сделать, но мы его не предусмотрели просто. Потому что, ну, по разным причинам, просто потому что, честно говоря, когда мы набрали за этот проект, казалось, что он намного проще, чем то, с чем мы столкнулись. И, по большому счету, мы до сих пор планируем изменение интерфейса, потому что он не совсем френдлир, хотя он вроде как куча подсказок, но человеку, который не слишком мотивирован, изначально, я признаюсь, сложно к нему обращаться. Но, тем не менее, я говорю еще раз, вот люди им пользуются, то есть, как показала практика, он, в общем-то, среди некоммерческих организаций зашелся более-менее прилично. Довольно, кстати говоря, команда 29 там разместила свои шаблоны, и ими тоже люди пользуются. Спасибо. Спасибо, у нас еще будет время для дискуссии потом. Спасибо, Саша. Я, да, передаю слово другой Саше. Александра Поливанова, Международный мемориал. Здравствуйте. Да, меня зовут Александра Поливанова, я работаю в Международном мемориале. Международный мемориал – это, наверное, одна из самых древнейших МКО, и как из присутствующих здесь, так, наверное, и практически из самых древнейших вообще присутствующих на рынке в России, так сказать. И в мемориале вообще, в любой неприятной ситуации, в мемориале садятся составлять списки. И в мемориале составляют списки примерно 30 лет и примерно на самые разные темы. Начали со списков жертв политических... А, я знаю, как-то что-то делать. Начали со... Нет? А как-то можно, чтобы они по одному переключались? Нет? Начали составлять со списков жертв политических репрессий, которые вот сейчас представлены в бейс-мемору. Это самая полная, ну и самая проверенная, поскольку вы все, наверное, знаете про открытый список, который отличается тем, что они берут данные еще и у людей, а у нас мы все очень занудно проверяем, поэтому она может быть чуть-чуть менее полная. Но в мемориале также составляют списки по улицам тех же самых репрессированных по улицам Москвы. В мемориале составляют списки, кому можно поставить табличку последний адрес по улицам Москвы. В мемориале составляют списки всех погибших в октябре 1993 года в Москве. В мемориале составляют списки всех диссидентов. В мемориале составляют списки всех сотрудников НКВД. В общем, да, некоторые составляют списки задержанных на акциях в автозаках. В общем, списки — это, пожалуй, главное занятие сотрудников мемориала в той или иной степени. И в той или иной степени с переменным успехом это все выкладывается в виде баз данных, которые не всегда хорошо, может быть, друг другу сочетаются, но так или иначе, в общем, все ресурсы мы пытаемся так или иначе выкладывать. Вот фото базу нашу, базу меморов, пытаемся выкладывать в онлайн. Ну как сделать, чтобы по одному слайду? Можешь ты нажать, может быть. Да, спасибо. Да, это будет хороший способ. Примерно с таким бэкграундом мы, я в 2012 году пришла работать. Ну, в общем, как-то начали мы о чем-то вести разговор еще в 2011 году, а работать я начала в 2012 году. И тут можно, я бы сказала, что и тогда начался проект «Это прямо здесь», который тогда назывался «Топография террора скорее» или «Места памяти». И здесь можно сказать, что это такое сочетание… То есть, с одной стороны, в те годы как раз заговорили о пространственном повороте в социальных и гуманитарных науках, и это, в общем-то, то, чем мы занимались, потому что это исследовательский проект, который полностью research-based. Как бы у нас у каждого нашего действия есть академическая доказательная база. А с другой стороны, это был тот самый год или те самые годы, когда люди выходили на улицы и говорили «Это наш город, мы здесь власть, выйди на улицу, верни себе город» и так далее. И мы отчасти чувствовали, что память — это часть города, и часть, что мы как горожане, мы носители некоторой памяти, и не фейковой памяти, которую нам навязывают, от той конкретной памяти, которая скрытая, которая такая латентная память, она явно присутствует в городе, и город о ней помнит гораздо больше, может быть, чем люди, чем те, кто о ней говорят. Ну, я не буду подробно рассказывать, вот как предыдущая коллега рекомендовала зайти в вашем айфоне или компьютере, зайти на сайт Topos Memo.ru, вы увидите карту, в которой много слоев, слоями мы называем некоторые темы, которые мы раскладываем по карте. Действительно, сначала проект назывался «Топография террора», потому что мы начали с того, что мы рассказывали о самом главном, о местах заключения, о местах расстрелов, о местах захоронений, о местах принятия убийственных решений. Но постепенно мы поняли, что мы говорим о чем-то гораздо большем, потому что советская власть была гораздо больше, чем вот эти крайности террора. А советская власть — это было как бы такое торжество несвободы, которое каждый человек, оказавшись в этой системе, оказывался так или иначе несвободным. И мы, такая вот у нас амбиция в той или иной степени показать эту несвободу, в какой бы точке она ни была. И это не всегда террор, это не всегда расстрел, это даже не всегда заключение. У нас много можно спорить на государственные дети, потому что это дети, оказавшиеся по тем иным причинам попечения государства, которых мы тоже считаем жертвами советской власти. Многие с нами об этом спорят, мы будем сейчас, можем, в точнейших вопросах. Но государству виноваты, что эти дети оказались без родителей, что эти дети оказались вне системы частных, родителей, приютов и так далее. И при всем при том, вот как выглядит наш город, при всем при этом, до недавних пор у нас был один главный памятник, Соловецкий камень, который не такой большой на фоне того здания, рядом с которым он был значительно поставлен. Недавних пор у нас появились таблички, последний адрес которых с одной стороны очень много, и мы этому ужасно рады, но с другой стороны пропорционально тому, что происходило, кажется, их недостаточно. Еще недавно появился памятник «Стена скорби», который очень спорный с точки зрения местонахождения, с точки зрения того, что на нем написано, тех текстов, которые там сзади написаны, очень довольно спорный с точки зрения тех слов, которые были произнесены на его открытии. И главное, все равно достаточно ли этот памятник, как бы вот можно ли одним памятником как бы закрыть тему. И нам кажется, что нет, мы, может быть, не можем изменить в данных обстоятельствах ландшафт городской, какое-то городское публичное пространство, но нам кажется, что мы можем изменить ментальную карту, что ли, москвича, гостей столицы, как бы изменить ее. И вот тут еще моя любимая картинка, установка Соловецкого камня. 26 октября, 30 октября фактически 1990 года, и вы видите, что Дзержинский еще стоит на месте. Гигантский Дзержинский, около гигантского дома и маленький Соловецкий камень. И вот его устанавливают. Ровно 9 месяцев они простояли вместе. И 22 августа 1991 года Дзержинского снесли. И вот так маленький Соловецкий камень победил Дзержинского. И однажды мы все так, таким образом, победим Габню. В двух словах не могу… Я понимаю, что это, наверное, здесь мало кому интересно, но я просто не могу совсем не сказать про источники, с которыми мы работаем, потому что это совсем не очевидно. Вот все то, что нанесено на эту карту, вот 510 статей, 724 полигона, это результат очень-очень-очень трудной работы. Этого вообще нет в городе. Вот вы идете по улице, по Вилипповскому перилогу, по самому любому, вы вообще не можете найти, что и где это было. Для того, чтобы это выяснять, мы работаем с самыми разными источниками, при том, что команда 29 хорошо знает, что основные источники нам недоступны. То есть мы хорошо знаем, что в архиве ФСБ есть 20-й фонд, в тюремный фонд, в котором у каждой тюрьмы есть, вплоть до тюремных журналов, с вызовами допроса, по часам, мы все могли бы знать, но не знаем. Поэтому нам приходится работать с такими как бы косвенными источниками, которые иногда косвенны, иногда не очень. Например, в 20-е годы советская власть была совершенно откровенная, и справочники вся Москва печатала, где находился какой концлагерь. Уже в 30-е годы об этом нет ничего, и справочники вся Москва за 36-й год, у МКВД ровно одна строчка. Народный комиссариат внутренних дел, Убянка 2 и все. Мы работаем с немецкими шпионскими картами, потому что они часто знают гораздо больше, чем нам рассказывают советские карты. Нам очень важны бланки, потому что на бланках указан адрес того, чего находилось, и иногда где-то появляется схема, схема ордынского концлагеря, который находился на Большой Ордынке. Иногда ее можно найти в архиве, потому что там меняли водопроводные трубы, и случайно она туда попала. Здесь просто пример того, что здесь совершенно секретное письмо Молотова, что Мосгорсуд больше никак не справляется с тем, что ему нужно самим расстреливать людей, потому что ГПУ с такой нагрузкой столкнулась, что им приходится расстреливать так много людей, что они отказались расстреливать тех, кого приговаривают к расстрелу Мосгорсуд. Поэтому Мосгорсуд требует своего собственного помещения. И Молотовым говорит, окей, вот вам деньги, строите свое собственное помещение. Дальше документ пропадает. Но есть похоронный отдел Московского Моссовета, в котором все есть, но только там это называется совершенно по-другому. Называется строительство гаража в Мосгорсуде для нового транспорта. Выделяется ровно та же самая сумма рублей, и все по срокам выставляется. Называется всегда гараж. Таким образом мы восстанавливаем, где и как это происходило. Со слайдов 29 я обычно самое интересное в конце. Я так напоминаю, что ограниченное время. Чтобы тебя не пришлось обрывать в самом хорошем месте. Я бегу изо всех сил. Просто иногда нам приходится делать полевые исследования. Вот это Ивановский монастырь, который все видели. Но часть его вот здесь вот написана Московский институт МВД. Мы туда пробрались, сделали там просто подполом огромную экспедицию, и таким образом смогли составить карту концлагеря в 20-е годы. На нашей карте ТОПСМЕМРУ можно сделать разные подложки. На нашей карте отмечены как существующие до сих пор объекты, так и объекты, которые мы можем лишь приблизительно дислоцировать, потому что мы знаем, что какой-то лагерь ГУЛАГовский что-то строил в 40-е и 50-е годы, потом все бараки снесли. И где он точно находился, понять невозможно, но ареал нам примерно понятен. И как бы все это отмечено на карте своими легендами. Да, ну как бы, соответственно, у каждого объекта есть статья, длинная-длинная-длинная, подробная. Есть перечень родственных ей статей, которые принадлежат тому же слою. Есть вводная статья. Иногда бывает, что в одном здании в разные годы находились разные объекты, которые принадлежат, соответственно, разным слоям. Это пример того, как мы сами ужасно заморочились, потому что мы просто скорее для себя пытались понять, как устроены советские тюрьмы. Вот этот каждый вот значок — это одна тюрьма. И мы пытались создать инфографику, в общем, больше для себя, чем для пользователей. И сломали голову. Инфографика получилась, на мой взгляд, практически непонятной. Но, тем не менее, мы разобрались. И все тюрьмы от 17-го до 17-го года, какие были следственными, какие были пыточными, какие были расстрельными, какие подчинялись какому ведомству, в принципе, мы это все разобрали, а все менялось каждый год, и было очень сложно. У нас есть все не только онлайн, но и оффлайн. У нас есть чуть ли не 50, ну, не знаю, несколько десятков точных экскурсий. Мы очень стараемся работать с муниципальными депутатами разных районов и устраивать лекции на конкретном районе. И примерно раз в две недели у нас бывает лекция топография террора не всей Москвы, а топография террора Измайлова, топография террора Хамовники, топография террора бла-бла-бла и так далее, и так далее. Мы делаем аудиогиды, чтобы вы могли все то же самое послушать сами, без нас. Аудиогиды бывают на русском, на английском и даже на польском языках. Они на самые разные темы, но самое-самое-самое прослушиваемое у нас «Малое кольцо Московского ГУЛАГа», которое надо слушать, сев на Московское транспортное кольцо, центральное, вот это новое, открытое. И там на каждой станции просто рассказывают про то, какой лагерь ГУЛАГа здесь находился в 40-е годы. Слушается онлайн или слискачивание? На изи-тревел, да, его надо через приложение изи-тревел. Да, ну и вот так это все выглядит. Социальные сети, мы с ними работаем изо всех сил, и не всегда они нас слушаются. То есть иногда мы как-то сильно-сильно вкладываемся, а фидбэка очень мало, а иногда мы вообще не вкладываемся, а вдруг ни с того ни с сего. Фельдман Волков там про нас что-то написали, и у нас за один день просмотр столько, сколько было за предыдущий месяц. Вот хотя, или там вдруг тоже здесь вот, я слайд назвала внезапно, потому что вот вчера мне прислали, вау, Арзамас написал рецензию на все наши лекции, экскурсии, вот буквально 19 апреля. Почему, зачем, нас не спросили, поэтому написали довольно нелепо, куча ошибок, но тем не менее, вот взяли и сделали. Нам очень важно, что все, что мы говорим, любой человек может сказать, а я вам не верю, а не было здесь лагеря, поэтому иди в ГАРФ, иди в Московский городской архив, иди в архив Московской области, архив общественных объединений. Мы тупо выписываем все-все-все-все архивные ссылочки, но вешать их на сайт все умрут, поэтому у нас есть отдельный сводный архив, блокнот, как бы такой, архивный блокнот проекта, куда мы все-все-все длинно выписываем. Если вы нам не верите, что здесь было что-то или что он закрылся в таком-то году или в таком-то, то здесь написано, что вы идете в этот архив, фонд ОПИ сделан, находитесь туда, заказываете все. Один-два последних самых важных слайда, и нам, к сожалению, нужно… Мы пытаемся все это делать не только сами, а еще пытаемся ловить спрос, что может интересно быть другим нормальным людям, не таким гиком, как мы, гиком в этой теме. И мы устраиваем вот хакатоны, и у нас был один хакатон, мемодата, когда мы пригласили разных прогеров поработать с нашими данными, и они задали вопросы частично, которые мы им предложили, а частично, которые нам вообще в голову не приходило, как в базе данных найти детей и родителей. И вот там два крутых чувака, один из них, может быть, здесь, нет, сделали очень крутую штуку. Это еще несколько примеров. А потом мы делали мемы медиа, потому что накануне 29 октября, много лет подряд, к нам примерно 28 октября приходят разные журналисты и говорят, дайте нам срочно, 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 что-нибудь про репрессии. Но мы решили, что в этот раз мы сделаем не так, а мы их пригласили все в начале октября. В начале сентября мы договорились с кучей разных СМИ и с кучей разных студентов, и они начали работать по материалам наших архивов. Вышло около 15 материалов на самых разных, там, Арзамас, Медиазона, Коммерсант, Батенька-Трансформер, Биг Пикча, Ёжик-Йожик, и так далее, и так далее. В общем, все они вышли, что-то сделали. Да, мы стараемся не отставать от повестки. К чемпионату мира мы готовим отдельный веб-дог в рамках топографии террора. Это сейчас просто две картинки, а будет отдельное такое игровое поле, в котором будут либо погибать, либо отправляться в лагеря разные участники «Спартака». Потому что вот вся команда «Спартака», они все были обвинены в том, что 1 мая 37-го года на демонстрации майской они были, собирались убить Сталина. И все их за это расставали. Вот, спасибо. Извините, что так долго. Спасибо. Буквально один-два вопроса могу дать в зал. Да, было бы хорошо. Вопросы? У меня есть, но тогда оставим его на дискуссию. Хорошо, и последний. Борис, пожалуйста. Спасибо. Мне повезло больше. У меня, кажется, открывается на фуллскрин. Привет еще раз. Меня зовут Боря Беллинсон, и я разработчик OVD-info. Собственно, что такое OVD-info? OVD-info – это правозащитный медиапроект, который образовался с вот этой новой протестной волной. 2001, не для сейчас, она уже немножко устарела. Но для кого-то она была новой. В декабре 2011 года, когда были фальсифицированы парламентские выборы, и масса людей вышли на улицы. Собственно, что тогда делала OVD-info? OVD-info занималась исключительно задержаниями на протестных акциях в Москве. С тех пор мы занимаемся еще очень много чем и другими политическими преследованиями. И география тоже расширилась. Мы стараемся охватывать всю Россию. Как, собственно, работает OVD-info обычно? Человек попадает в автозак, звонит на горячую линию или другими способами передает нам эту информацию. Мы практически всегда пишем про эту новость, потому что мы считаем, что это первичная защита. Если полиция знает, что про задержанного знают другие люди, они уже ведут себя совершенно по-другому. На самом деле достаточно одного человека, который из меня будет знать и позвонит, например, в полицию, скажет, а как там мой друг Вася поживает, и ситуация уже меняется. Соответственно, мы публикуем списки задержанных и также передаем эту информацию юристам, которые уезжают в отдел полиции или группам помощи задержанных. Например, они привозят еду и воду. Вот есть такая хорошая цифра, что сейчас в Москве сообщество, которое занимается передачей в отдел полиции, это насчитывает примерно 600 человек. Мария попросила меня и вообще всех нас рассказать о каких-то проблемах, с которыми мы сталкивались в проектах. Здесь будет одна большая проблема. И эта одна большая проблема случилась 26 марта прошлого года, когда к этому моменту мы вообще уже подзабыли, что такое массовое задержание. К тому моменту последнее, это был 2014 год, когда началась война на Украине, когда был приговор по болотному делу, и в Москве задержали несколько сот человек. Там, наверное, 200 и 200 примерно. Это были относительно массовые задержания. 26 марта по всей стране были массовые протестные выступления против коррупции, и очень много людей задержали, больше полутора тысяч. задержания были далеко не только в Москве, но и во многих других городах, и это стало для нас такой серьезной проблемой. Мы на самом деле просто не были к такому готовы и не рассчитали число людей, принимающих звонки. Мы не оказались готовы к мощной DDoS-атаке, которая прошла на наш сайт. Было довольно сложно, потому что это опять новое поколение протеста. Люди не знают своих прав. Соответственно, большая нагрузка на юристов от горячей линии и до потом работы в судах. Ну и, собственно, потом дальше, ну скажем так, на полгода уж точно затянулись административные дела в судах. Некоторые еще до сих пор не совсем с этими делами закончили. Нужно было срочно как-то перестроить работу, и мы попробовали осознать какие-то проблемы, которые есть. Ну, во-первых, нам нужно было уйти из-под DDoS, об этом я скажу ближе к концу. Нам нужно было построить помощь в судах для этих задержанных. У нас достаточно большая база юристов в Москве, и мы можем им, в общем, физически помогать. В регионах мы можем, скорее, обычно мы можем предоставлять какие-то практические советы в виде инструкции или чего-то такого. Понятно, что это совершенно новый уровень, и нужно было масштабировать просто каждый элемент человеческий в ОВД-инфо, и вносить… На каждом шаге нужно было добавить технологии, потому что без этого мы бы просто не справились. Соответственно, для программной разработки был задан такой вектор, что мы решили ориентироваться на простые, быстрые какие-то решения. Очень хотелось бы, чтобы этими простыми решениями могли заниматься не только профессиональные программисты, но и кто-то с каким-то меньшим опытом. Сейчас много кто пробует программировать, и часто в командах есть такие вот люди, которые не много чего, но что-то умеют. Некоторые люди обладают структурным мышлением, не являясь программистами, они могут создавать базы данных. Их тоже можно использовать. Давайте пойдем дальше. Ну и, собственно, да, еще одно из решений — это то, что какие-то совсем сложные штуки, но которые необходимы, мы стараемся и ищем какие-то решения чужие. Ну, например, вот как мы решили проблему с сайтом. Спасибо Самату Галимову из Медузы. Он нам помог его вывести за счет такой есть сервис Cloudflare, который позволяет на себя пропустить через себя трафик и сохранить, соответственно, там сайт живым. У нас просто в команде нет таких компетенций, которые позволили бы нам отбить эту атаку. Одна из штук, которой мы решили пользоваться, это Airtable. Это нечто типа Google Spreadsheet, то есть это такая таблица, в которую можно сразу многим людям залезать и что-то там делать. Но чем она отличается? Она отличается тем, что там есть типизированные колонки, там есть связи между таблицами и различные представления одной и той же таблицы можно строить. И фактически это такая штука, на которой можно быстро непрофессиональному человеку построить какую-то базу данных и довольно сложную. Еще один плюс — это там очень удобный API, который, ну, в отличие, например, от Google Spreadsheet того же, он выдает не просто список значений, а как объекты. Вторая штука — это Python и Jupyter. Python — это язык, которым сейчас много людей начинает пользоваться. Он довольно такой приятный для разработки, но еще более приятно, когда это можно делать прямо в браузере. Python — серверный язык, и работает он на сервере, но можно заставить его работать через браузер, если завести себе Jupyter. Jupyter — это такая штука, которая предоставляет ноутбуки. Ноутбуки — это технология, которая сейчас активно, например, используется, начинает использоваться в научных публикациях. Она позволяет… У вас последовательный код, который вы можете при этом разбить на блоки и выполнять их в любом порядке. А можно я уточню? А это всякие штуки, меня, например, пугающе немного, которые у вас в команде знают все или все-таки разработчики? Или это такие вещи, которые уже пора знать даже не разработчикам? Airtable — это та штука, которую пора знать не разработчикам. Безусловно, Jupyter — это та штука, которую довольно быстро… Python, в принципе. То есть Jupyter — это удобное средство его использования, а Python достаточно просто для вхождения. У нас уже были не совсем программисты, которые что-то на Python умели делать. В ноутбуках код организован по блокам. Наверное, первый раз вообще-то технология была задействована такой штукой, как Wolfram Research — это большая математическая система. Я еще 10 лет назад, честно говоря, в такой штуке диплом писал про роботов. Сейчас есть и Node.js решение, и вот Jupyter для Python. Очень рекомендую. Что нам удалось сделать практически на основе с связкой вот этих двух штук? для того, чтобы подготовиться к следующей протестной акции, нам нужно было понимать ее масштаб, нам нужно было понимать, какого объема собирать штаб, сколько звать людей, и нам нужно было, как это можно проверить. Это проще всего проверить по встречам ВКонтакте, по их численности. Соответственно, ВКонтакт тоже обладает хорошим API. Это и плюс, и минус, потому что мы знаем, что уголовные дела, к сожалению, заводятся тоже по этой причине, за всякие посты экстремистские и так далее и тому подобное. Но для силы добра это тоже полезная штука. Мы можем взять просто страницу, на которой перечислены все региональные встречи, пройтись по этим региональным встречам, получить с них число, после этого поставить это на расписание и выгружать, например, каждый час, смотреть на динамику. Базу задержаний – это одна из главных штук, которые пользуются в UD-инфо, из которой у нас большие сложности всегда были. Раньше она была как раз в Google таблицах. Не очень удобно. Принесли в Airtable, стало довольно значительно лучше. Собственно, на слайде с Airtable можно было увидеть ее фрагменты. А что это за база? Это база, куда вы вбиваете вручную, вбиваете кого где задержали? Или что это такое? Да, она не нужна в обычные дни, а в дни массовых задержаний просто невозможно это все хранить в блокноте. Это масса людей принимает, принимает звонки, фамилии часто повторяются, их нужно сводить. Это все довольно серьезная проблема. Чем удобнее решение, тем проще с этим бороться. У нас отдельно сидят в штабе аналитики, которые это сводят. Есть тоже какие-то программки, которые позволяют убрать дубли, понять, что не так. В общем, Airtable нам здесь тоже помог. Еще одна штука. Мы через Airtable стали делать, несколько сделали публикации с Медузой. Две или три, не помню точно, брали наши данные по задержаниям, брали какие-то публичные по численности людей, которые пришли в том или ином городе. Все это сводилось в Airtable, потом мы им передавали, они тоже отлично заработали. Мы сделали довольно быстро генератор отчета по нарушениям со стороны полиции. Эта штука на Node.js, она немного другая. генератор отчета по нарушениям как раз тоже был сделан средствами питона и Airtable. Мы просто собрали нарушения в таблицу, и после этого у нас автоматически сгенерировалась статья про всякий ужас, который творился в эти дни. Генератор хода — это как раз на Node.js, это какие-то элементарные штуки, которые нужны для того, чтобы защищать себя в административном суде. Для того, чтобы построить юридическую помощь, нам нужно было также понимать, когда у кого какие заседания. И сайт московских судов, вообще судов в России — это нечто ужасное. И, конечно, это нужно как-то автоматизировать, повести к какому-то нормальному виду. Тоже мы, соответственно, их стали обходить. Потом ввели, соответственно, задержанных, которые с нами судились, складывали их документы в Airtable, можно класть прямо файлы. Это сканированные документы, которые могут понадобиться во второй инстанции или при подаче иска в ESP-чат. Часть юристов у нас работают, это адвокаты, и мы им точно платим. И им нужно оформлять договоры. И тут это тоже, конечно, место для автоматизации. Я еще буду торопить. Если есть какие-то слайды с цифрами про количество использования и так далее, то можно к ним пропрыгать? Сейчас. Потому что у нас мало времени. Сразу скажу, что слайдов с цифрами не будет. И спасибо за это, можно сказать, товарищу Жарову, который заставил поднимать какие-то упавшие сайты на Digital Lotion. Коротко расскажу еще про две штуки, которые мы сделали. Это про OU-Bot, OU-D-Info. Собственно, это очень простой навигатор с кнопочками. Вы там нажимаете кнопочки, и он вам выдает совет зависимости от той стадины, на которой вы сейчас находитесь в отделе полиции. Какие там документы, как оформлять с вашей стороны и так далее и тому подобное. Также там можно переписываться. Есть некоторые проблемы в Telegram, что это не Facebook, где можно завести страницу, на которую много людей смогут получать от одного входящего информацию. Нет, там такого нет, поэтому эти сообщения нужно присылать в закрытую группу и обратно. Вот нам много людей с нами там сейчас довольно общаются. Это порядка 9 тысяч там зарегистрировалось на первом шаге, и на втором почти половина отправила нам свой телефон, чтобы мы с ними могли коммуницировать. Собственно, мы считаем Telegram довольно безопасной штукой, и в наших вопросах, к сожалению, это важно. Один из элементов масштабирования это поддержка наших волонтеров, которым мы всегда говорим большое спасибо. Без них мы бы с таким объемом точно не справились. Для них у нас тоже существует отдельный бот, который помогает ставить задачи и как-то с ними быстро бороться. Я извиняюсь, у нас осталось 15 минут на дискуссию, вообще всего. Я обещала людям дать возможность вас проспрашивать. Секундочку, буквально 30 секунд. 15. 15. Что есть смысл сделать прямо сейчас тем, у кого возникли проблемы с RKN, это воспользоваться Cloudflare, провести через него свой трафик, воспользоваться OpenVPN для своей команды. Если у вас у всех возникает сейчас проблема с сервисами, просто обычными, то нужно судиться с RKN и нужно вообще отстаивать свои права, потому что вот эти все разговоры, которые у нас были до этого, они скоро станут неактуальны, если мы на это все племемем. Спасибо. Спасибо. Один вопрос на уточнение какой-нибудь есть, то можно его задать. А если нет, то хорошо, и давайте перейдем к дискуссии. Я готова пожертвовать для начала своим вопросом и дать возможность зала что-нибудь спросить. В течение пяти секунд длится моя щедрость, а теперь нет. Хорошо. Тогда у меня свой вопрос, я пользуюсь правым как модератор. Вопрос следующий. Вот в ваших сервисах есть такая особенность, что вы можете смотреть, что люди там реально делают, в которой нет возможности у тех, кто что-то делает офлайн. Вы можете реально смотреть, куда люди кликают, что они там, как они себя ведут. Получается ли у вас на основе этого что-то понять такое про ваших пользователей, которые взаимодействуют с вашими не очень простыми темами, чего мы не можем понять без анализа этих данных? Что им там нравится, что их интересует, как они себя ведут и прочее. Я могу начать быстро с того, что мы делаем по сайту. Каждую пятницу мы садимся и смотрим аналитические показатели по сайту. Это самая неприятная часть недели. Она специально на пятницу, чтобы потом можно сразу идти в бар. Потому что так мы понимаем, что все, что мы сделали, короче, и все, на чем мы старались, оно восхитительно никому не нужно и неинтересно. Это такая общая грустная планка. На самом деле тепловые карты очень много дают, на чем мы строим дальше свою работу, потому что они показывают, как пользователь читал, 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 а потом весь пользователь взял и ушел где-то с середины. И вот я показывала пример, как верстка, письма помогла нам изменить процент привлеченных пожертвований. И это как раз то, что мы пытаемся делать, и то, что мы стараемся внедрять. И, к сожалению, это действительно болезненная штука, которую просто надо пережить. Да, вот так вот я сказал. Спасибо. Я могу сказать, что мы тоже пользуемся тепловыми картами. Кстати, я, как правило, Яндексом, по-моему. Не знаю, почему, по какой причине, но он нам более релевантен показался. И, наверное, еще очень важно понимать, что, вот Таня говорит постоянно, что они каждую пятницу плачут, что у них плохая статистика. Нужно ставить перед собой реальные цели. То есть мы никогда не ставим перед собой цель привлечь за первый месяц 10 тысяч новых пользователей, зарегистрированных, которые что-то сделают. Например, у нас есть мобильное приложение, которое мы разрабатывали год, полтора, два назад, в зависимости от того. И у нас не было возможности привлечь какие-то большие средства на рекламу. В целом они стоили, ну я вот Таня озвучивал цифры, наши приложения стоили в 4 раза дешевле. И, в общем-то, о количестве скачиваний мы добивались. У нас сейчас больше 20 тысяч на одном и на другом порядка 10. Без рекламы. Но это все за полтора, за два года. Много это или мало, мне кажется, это нормально, с учетом того, что мы понимаем иногда, что у нас просто не хватает сил на то, чтобы обслуживать нашу аудиторию целевую. Потому что нам приступают через мобильное приложение три запроса в день, через сайт два, три запроса по почте, где-нибудь в других соцсетях. Короче, в день нам нужно 10-15 консультаций давать, а у нас штат 3-4 юриста. Это просто как бы невозможно. И поэтому мы не сильно настраиваемся, если у нас какие-то показатели немножко падают. Но при этом мы пытаемся, конечно, это анализировать и все-таки делать так, чтобы это как-то менялось. Саша Приванова, а вот видно ли, вот вы выкладываете на сайте огромное количество всякого контента про террор и топографию. Видно ли, например, что людям явно очевидно, интереснее всего, что вы не ожидали, а что куда-нибудь, как правило, не доходит? Ну, тут мы немножко как бы сами пытаемся ими манипулировать. Ну, то есть чтобы мы не пытались сделать сайт такой мертвый и закрытый раз и навсегда. А мы понимали, что сайт, такой сайт никому не будет интересен читать там раз в неделю, просто так почитать. Поэтому мы задумали свою работу, с одной стороны, организовать таким образом, а с другой стороны, таким образом, организовать работу с читателями, что мы раз там в квартал, допустим, выкладываем совершенно новую тему. Там тема ГУЛАГ в Москве, она была почти взрывная. Во-первых, потому что мы об этом ничего не знали, реально об этом ничего не знали в мемориале о масштабах бедствия. И это была совершенно новая тема, о том, что вот все то, про что люди привыкли, что это там Норильск, Колыма, Магадан, Воркута, что все это вообще-то с 44-го года было в Москве и Подмосковье. И это как бы вызвало большой интерес. Потом через полгода мы там выдаем какой-то новый слой. Ну вот, да, к чемпионату мира 10 июня мы надеемся, запустим вот эту самую историю про дело «Спартака» и про то, как убивали клуб «Спартака» и игроков «Спартака». В общем, мы специально стараемся делать так, чтобы людям было что-то интересно. Мы стараемся в соцсетях искать какие-то инфоповоды, что если сегодня День науки, то мы вам заодно расскажем про то, как шарашки были устроены, и там как что. Если Гагарин полетел в космос, то мы расскажем, в каких условиях работал Королев. Ну, как бы пытаемся таким образом взаимодействовать. Но надо понимать, что как бы наш сервис, в отличие от, наверное, всех трех представленных, это не такой алармистский сервис. Не то, что меня забрали в автозак, и я немедленно звоню кому-то, потому что мне нужна помощь немедленно. И в этот момент, конечно, ОВД-инфо все подскакивает. А у нас, ну, такого нету. Это как бы скорее какое-то медленное погружение, и мы готовы к тому, что это будет идти медленно, что это медленный процесс, который необходим и нам, и всем. Нам, самим. Вот. И все равно спрос превышает наши возможности, потому что экскурсии у нас есть, и их от нас хотят гораздо больше, чем мы можем себе позволить просто по бюджету и по возможностям экскурсоводов. Лекции у нас тоже есть, и лекторы уже отказываются считать лекции, потому что они просто не могут и так далее. Вот. Но мы не делаем ставку на вот, что вот мы хотим завоевать весь мир, там, не знаю, вот чтобы вот у нас вот было, там, не знаю, сразу какие-то миллионы, ну, нет, мы были бы счастливы, но, в общем, у нас, у меня скорее такая вот ставка на какое-то постепенное внедрение этого, ментальную карту нас спасет всех. Да, у меня к Борису тоже вопрос, а можно ли как-то анализировать поведение, взаимодействие людей с чат-ботом, и что-то понять, что им сложнее всего, или там, когда они начинают панически сжать на кнопки. Ну, прежде всего, у нас бот работает в двух режимах. Это режим тестировки. Мы сразу пользуемся, что мы говорим, что вас действительно задержали, или вы тестируете. Конечно, очень много людей все равно нажимает, что их задержали. Но чем это, собственно, отличается? В общем, ничем, кроме того, что любые их статусы, если их задержали, они пересылаются к нам вот в эту же закрытую группу, и мы знаем, что там с ними происходит. Дальше они, собственно, идут по этому графу, и мы им подсказываем, если у них что-то не получается, они там же могут задать вопрос. У меня вопрос к Борису, как у периодического волонтера ВД-Инфо. Я, когда мониторю, то просто ужасно страдаю от обилия источников поступающей информации. Конечно, когда речь идет о 26 марта или каких-то таких тяжелых днях. Красная кнопка, телеграмма. В общем, просто я так мучаюсь, что я не понимаю, неужели нельзя это хоть чуть-чуть унифицировать. Это правильное предложение. Мы, конечно, будем в эту сторону двигаться. Спасибо тебе еще раз, Саш, за то, что ты нам помогаешь. Есть ли вопросы о аудитории? Да, Илеша. Вот у меня мы поговорили про информацию внутреннюю, про данные внутренние. А вот я хотел бы немножко потянуть за то, про что сказал Борис, про информацию, как некий луч света, как некий элемент изменения, вот сама информация, когда она появляется, когда появляется, собственно, наблюдатель, да, что, соответственно, вот этот вот код Шрёдингера, он, в общем, либо мертв, либо жив. Вот скажите, вы наблюдаете в своей деятельности, когда действительно создание условий, когда видимость повышается, ли это в контексте открытости данных, вот, но в целом, когда вот что-то становится открыто, как это меняется, и можно ли, ну, как-то рассказать, как, потому что технология, безусловно, имеет огромные возможности именно что-то открывать и что-то делать прозрачным. Вот, я понимаю, конечно, это на еще одну дискуссионную панель, буквально коротко, какой-то красивый пример, как раз, когда вот открытость действительно сработала, какая-нибудь красивая история короткая. Ну, вот совсем недавняя история, после очередной, по-моему, какая-то навальновская была активность, там пошли по региональным волонтерам, не задерживали в день, но такая есть теперь новая мода, пошли потом по домам. И вот к одному человеку приходят домой и говорят ему, сейчас мы на тебя там составим административный протокол и все такое, а он говорит, да-да-да, сейчас я только в ОДИнфо позвоню. Им говорят, ой, не-не-не, тогда до свидания. Ну, вот, такие случаи бывают, это очень приятно. У меня была очень смешная история, я даже ей не поверила. Мне позвонила такого явно пенсионерного возраста, очень пожилая дама, но очень уверенная в себе, и говорит, здравствуйте, я тут прочитала в районной газете Нагатина, что якобы у нас здесь был Дмитлак, и здесь было Перьервинское водохранилище, и здесь захоронение дмитлаговских заключенных, но у вас на карте этого нет, вы можете немедленно написать опровержение, они все наврали в этой районной газете Нагатина. А я отвечаю, вы знаете, нет, мы не можем написать опровержение, действительно, они написали очень популярную информацию, а наши исследователи уже два года сидят в архивах, потому что архив Дмитлака уничтожен, и по крупицам собирают, чтобы это было доказательно, но мы это все докажем, и поэтому опровергать аппликацию газеты Нагатина мы не будем, но действительно, но у вас же на карте этого нет, было ее возмущение, но будет. Быстрый пример из портфолио команды 29, у нас есть дело судебное, мы защищаем секретаря суда Александра Ивазова, который рассказал всему миру буквально правду о том, как живут секретари судебного заседания, о том, что они вынуждены поступать неправомерно, и так далее, и так далее. И благодаря этому факту он рассказал, это стало известно, и в партнерстве с Медиазоной мы сделали проект «Черный ящик» Ивазова, благодаря которому все остальные страдающие секретари судебных заседаний могут поделиться с нами своими историями, и делать это анонимно, и более того, они могут делать это даже не оставляя цифровых следов, ну или оставляя их очень-очень мало. И мы думали, что нам никто никогда не опишет, но уже порядка 20 историй есть, и мы будем дальше следить за развитием событий, потому что, возможно, из них получится сделать какие-то интересные кейсы. Спасибо. Есть еще пара минутного? Еще один вопрос. Нет? Нет, у нас нет. Ладно, я свой любимый вопрос задам вам потом в кулуарах. Спасибо, коллеги, спасибо за дискуссию. Мы должны сейчас заканчивать. Наши гости остаются здесь, я надеюсь, еще на какое-то время. Можно их за кофе, за обедом поймать, что-нибудь спросить. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.